Всем привет, друзья! Ну что, собственно, сегодня мы с вами будем лицезреть обновленную, нашумевшую, легендарную, я не знаю, как еще можно назвать колясочку от компании Tutis. Модельку мы сегодня уже обновленную будем смотреть с вами, обозревать Uno 5+, но она пришла взамен Uno 3+. И Uno 3+, наверное, входит в пятерку самых продаваемых колясок в России. И это не просто так, друзья, потому что коляска околоидеальная, учитывая стоимость, друзья. Вот, технические характеристики у нее очень прекрасные. Поэтому и хочу вам сегодня рассказать именно о пятой версии. Вот такие болячечки, такие слабые места, которые у троечки были, здесь пофиксили. Вот, но, правда, один момент, который вот мне не понравилось, они изменили в худшую, на мой лично взгляд, сторону. Чуть позже об этом поговорим. Ну, а начнем мы, друзья, с двух словах расскажу вам технические характеристики. Напомню, полные характеристики будут внизу в описании по ссылочке на магазин FirstBuggy. Заходите, и там прям столбцом все описано. Вот, Тутис, два в одном комплектацию будем смотреть. Перед вами сейчас расцветочка, называется Cocoa. Cocoa, что-то такое. Вот, Литва, кто не знает. Производитель дает гарантию на свой бренд один год. Вес, кстати, с люлечкой небольшой. Очень, друзья, небольшой вес. 10,9 килограмм. Это прям легенькая коляска, учитывая ее полноразмерную вездеходность. Прям круто, молодцы. С сидушечкой, с прогулочным блоком, к нему мы подойдем чуть позже. Она весит 11,6 килограммов. Наклон там 110-170 градусов. Очень хороший показатель увидим. С рождения до 4-5 лет приблизительно мы эксплуатируем колясочку без проблем. Она выдерживает 22 килограмма ребенка. Это уже большущий ребенок, когда ему уже коляска не нужна с таким весом. Поэтому запас тут большой. 61 сантиметр колесная база. Друзья, везде заедем, все хорошо. 74 на 32 люлька. Есть люльки и побольше, есть и поменьше. Это такой средний полноразмерный размер люльки, когда вы сможете и с конвертом упаковать ребенка, и с пледиком, в пуховичке, да как угодно. Вот, что еще? Ну, собственно, и все. Собственно, начнем с вами изучение с люлечки. Ткань, друзья, не знаю, поменялась она или нет, но, как по мне, тактильные ощущения здесь немножечко другие. Она стала более гладкой. Мое личное ощущение и стала поприятнее тактильно. Я очень ценю тактильные ощущения, особенно вот ручки. Мне очень важно, чтобы я вот, ну, мне нравилась ткань. Вот, все плотненько, непродуваемо, с пропиткой, водоотталкивающей, гипоаллергенной. В общем, естественно, с этим все хорошо, друзья. Вот, козыречек у нас вот такой дополнительный, удобная ручка для транспортировки. И под ручкой нет никакого отверстия сквозного. За это не переживайте, друзья. Так, вот у нас три секции. Смотрите, еще секцию мы вот так открываем. И у нас полностью козырек опускается. И мы получаем с вами вот такое вот отверстие с москитной сеточкой. В общем, такая история у нас интересная. Чтобы регулировать козырек, у нас здесь кнопочка. С одной стороны кнопка. С правой стороны кнопочка. Нажимаем и регулируем. Не нужно это делать двумя кнопочками. В этом плане прям все хорошо. Закрываем с вами. И все. Вот так вот возвращаем в исходное положение. И пока не натянется вся ткань. Дальше, друзья. Беру, чтобы не мешал. У нас есть вот такой вот бортик. Бортик, он как и был раньше. Вот эта сильная сторона, тутис. Есть смотровое окошечко. Оно, естественно, закрыто. Когда мы видим ребенка, и мы при этом закрыли полностью ребенка от непогоды. Что еще мне нравится? Доступ к ребеночку реализован с помощью замочков. По бокам открываем. И попали к ребеночку. Здесь все как и было. Все классно. Есть возможность приподнять ребенка. Термокод люлечка, которая зимой сохраняет тепло. Летом прохладу. В общем, вот такая вот интересная конструкция. Матрасик у нас достаточно мягкий, толстенький. В общем, удобство здесь на все 100%. Лучше уже навряд ли можно что-то сделать. Замочки у нас с водозащитой. Закрываем, и они прорезинены. Ничего не промокнет. Так, давайте снимем люлечку и посмотрим, что у нас, собственно, снизу на основании. Кнопки с памятью, друзья. Все окей. И нету никаких ножичек. Добавить сюда ножички было бы, конечно, не лишним. Потому что это эко-кожа. И я ставлю на асфальт, на бетон и могу покорябать. Поэтому это, друзья, делайте или не на улице, или очень аккуратно, друзья. Поэтому смотрите. Ставим прогулочку. Прогулка, друзья, реверсивная. И по ходу ставится, и против хода. Поэтому имейте в виду. Так, накидка на ножки. Вот тут всегда хорошие накидочки на ножки. Можно вот этот бортик активировать. Можно закрыть. Она внахлёст полностью идёт за подножку и высоко закрывает ребёночка. Поэтому опустив козырёк. Козырёк, кстати, вот что изменилось и что наглядно мы можем сразу увидеть. Козырёк. Раньше такой был бесячий момент, когда нужно кнопочки нажимать, чтобы регулировать козырёк. Сейчас ничего не нужно. Просто толкаем, и он регулируется. Да, он там щёлкает. Но, друзья, поверьте, это сильно лучше, чем париться с двумя кнопками. Так, что касается сидушки. Классный, высокий. Классная высокая спинка. Хороший толстенький матрасик. Ткань, кстати, классная у матрасика. Есть у нас такая перегородочка. Тоже на кнопочке регулируется всё. Пятиточные ремни. Но нет накладки мягкой на паховой зоне, друзья. Вот сэкономили. Не знаю почему. Вот. Есть на плечике ребёнка накладочки мягкие. Но на паховой нет. Собственно, что касается бампера, друзья. Сейчас. Вот так вот делаем. И он откидывается в сторонку и может упасть туда вниз. Это в смысле хорошо, что он так может. Бывает такое, что откинется вот так и всё. И ребёнка как-то сбоку упаковывать. Вот здесь такой проблемы нет. Убрали вниз его. И он не мешает. Подножка вся в эко-коже. Естественно, регулируется. С этим всё хорошо. Поэтому легко помыть. В общем, сидушечка. Вот те 110 градусов, о которых я говорил. Градусов мы видим. Это хорошая капитанская, классная посадочка. В общем, вопросов нет. Всё хорошо. Теперь давайте к сумочке мы сейчас вернёмся, друзья. Я сейчас опущу спинку. Это всё делается с помощью рычажочка. Опускаем. И козрёчек. Всё. Хочу просто вам показать максимально в таком положении. Плюс накидочка закрывается полностью. И ещё секции тут есть, которые я хочу тоже активировать. И вам продемонстрировать. Вот что мы имеем. Полностью внахлёст падаем. Единственное, имейте в виду, вот эта секция, она у нас полностью с сеточкой. Я бы её зимой не открывал. Но будет чуточку выше. Ну ничего, как по мне, прям отлично. И просто поднимаем. Нет, с козырьком вот сейчас стало сильно комфортнее, друзья. Прям отлично. Так, что касается сумки. У нас она как сумка. Ну, наверное, больше она рюкзак, чем сумка. Появился вот такой вот крышечка у нас перед кармашком. Замочки тоже у нас с накладочкой резиновой, чтобы не промокала. Подстаканник, москитная сеточка, дождевик. В общем, по большому счёту, вам особо что-то докупать, так коляске и не придётся, друзья. Давайте про ручку, друзья, поговорим с вами. Ручка у нас регулируется не телескопически, а по наклону. Ручка длинная и с высоким ростом, в принципе, при прогулке, отрегулировав её наверх, вы особо не будете доставать до рамы и пинаться. Я просто говорю, когда телескопически, ручки обычные, мы вытаскивая её, дальше от коляски становимся и точно не достаём. Но здесь сделали ручку длинной, и поэтому вы тоже, в принципе, не будете доставать. В общем, регулировка в очень широком диапазоне, и высокие, и невысокие. Родитель спокойно подберёт себе высоту. Так что давайте теперь посмотрим на шасси. Друзья, что касается шасси, что вот я вначале вам говорил, мне не очень понравилось. В третий был закрыт багажник, но был чуточку уже, как мне кажется, могу ошибаться. Но я, знаете как, я и люблю закрытые багажники, и не особо их люблю. В общем, в разных ситуациях есть, как говорится, необходимость его закрыть. Иногда, наоборот, это мешает. Вот, поэтому, в принципе, иметь возможность закрыть и не пользоваться крышкой лучше, чем не иметь вовсе возможности его закрыть. Но, как есть, но всё равно багажник широченный, большой, он не из сеточки с диан, а из толстенного материала. Очень хорошо зафиксирован к раме, не на каких-то верёвочках тонюсеньких, а всё мощно, классно, всё хорошо. Тормоз, друзья, у нас всегда подошва регулируется, очень лёгкий, прям коснулись, и всё сработало. Колёса тоже снимаются, всё одной кнопочкой. Кстати, насчёт обслуживания, друзья, никогда не думайте, что купили коляску и забыли, и ничего не надо с ней делать. Коляски нужно обслуживать, смазывать, хотя бы раз в 2-3 месяца всё снять, прочистить, продуть, с ВДшечкой всё промыть, чтобы грязь вся ржавчина ушла, ржавчина появляется, к сожалению. Потом силиконовой смазочкой всё залить, и всё. И вы горя знать не будете, и не будете потом писать плохих отзывов, что вот коляска там через 2 месяца заскрипела. Конечно, с нашими реалиями там не только заскрипит, это не то, что коляска плохая, это просто нужно обслуживать, как машину мы тоже делаем, поэтому всё то же самое, друзья. Здесь у нас имеется очень хорошая амортизация, амортизация с возможностью регулировки её по жёсткости. Плавность хода у Тутисов очень хорошая, друзья. Колёса не надувные, большого диаметра, поэтому везде спокойно проедете. Колёса блокируются спереди, если нужно. Тоже легко всё, одна кнопочка снимается. В общем, шасси здесь очень-очень хорошие, друзья. Так, друзья, теперь давайте с вами посмотрим, изменилось ли у нас что-то в её складывании. Я думаю, нет. Мы сейчас с вами попробуем сложить её вместе с блоком, что у нас из этого получится. Я всегда в крупных колясках рекомендую не складывать колясочку вместе с блоком, но в некоторых моделях это даже получше. Что мы делаем? Опускаем ручку, чтобы она не мешала. Вот так вот. Опускаем. Вот так. Можно снять бампер, будет чуть покомпактнее. Я к тому, что если я сейчас сниму отсюда прогулочный блок и положу его отдельно, она компактнее не станет. Поэтому это хороший показатель того, что такую крупную коляску, причём 10,9 килограмм она весит. Вообще удивительно. А вот такая крупная коляска складывается вместе с блоком, это хорошо. Хотя бы не два раздельных элемента. Да, она не компактная, естественно. Но от неё этого никто и не ждёт. Хотя некоторые ждут. Так, собственно, друзья, добавить мне уже нечего. Обновления все пошли на пользу. Самое главное, что с ценой не произошли никакие особые изменения, потому что обычно что-то новое сделают. Плюс 20%. Нет, здесь в принципе всё окей. Цена осталась в рамках. Поэтому почему бы не рассмотреть уже более обновлённую версию, друзья. Собственно, всё. Я закончил. Если у вас остались вопросы, смело задавайте в комментариях. На всё постараюсь быстро ответить. А вам хочу лишь пожелать сделать хороший грамотный выбор коляски. И удачи на дорогах. Пока.